Здравствуйте, дорогие друзья, братья, сестры, все те, кто следит за жизнью и служением нашей общины. Мне очень приятно вновь приветствовать вас миром и любовью нашего Господа в очередном информационном блоге. Начну, как всегда, с информации о ближайшем субботнем служении. В эту субботу это будет последний раз, когда мы собираемся в таком урезанном формате. То есть наше служение будет еще с 11.30, только вторая часть, проповедь. А уже в следующую субботу, то есть первую субботу февраля, у нас будет полноценное благослужение субботнее. Поэтому очень надеемся, что наступит тот момент, когда все возобновится в нашей церкви вновь. В эту же субботу, напомню, ждем вас к 11 часам, потому что в 11.30 начнется наше благослужение. Хочу также напомнить, что в эту субботу вечером у нас тоже будет встреча в церкви. Это будет служение вопросов и ответов. Начало будет в 5 часов вечера. Это служение не будет транслироваться в прямом эфире, поэтому всех приглашаю не пропустить эту встречу тут в нашем доме молитвы. Сейчас хочу сказать вам о том, что же ждет нас в ближайшее и не совсем ближайшее время в жизни служения нашей общины. Февраль месяц будет очень насыщенным, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. 5 февраля мы планируем провести семинар для всех служителей за кафедрой. То есть, кого это касается? Это касается всех тех, кто открывает служение, кто совершает чтение к сбору пожертвования, кто читает миссионерские вести, кто проповедует, кто поет, кто открывает служение или рассказывает детскую историю. То есть, все, кто принимают активное участие в служении там, на сцене, мы вас приглашаем не пропустить эту встречу. Скажу даже так, обязательно эта встреча является для всех тех, кто избраны на то или иное служение в нашей общине. Но если вы не избраны на эти служения, но хотели бы в будущем принимать в них участие, не пропустите эту встречу, это будет очень интересно, познавательно и важно. Поэтому, пожалуйста, планируйте, что 5 февраля вы будете вместе с нами на общем обеде после утреннего служения, а потом где-то в 2.30 или в 3 часа мы начнем наши семинары. Но есть очень важный вопрос, на который я хочу обратить ваше внимание. Для того, чтобы принять участие в этом семинаре, вам нужно зарегистрироваться. Вы можете это сделать двумя путями. Первый, в эту субботу уже на нашей доске объявлений в холе нашей церкви будут стоять регистрационные бланки. Вам просто нужно найти те предметы, которые вас интересуют и вписать там вашу фамилию. Или же под этим видео в описании есть ссылочка. Перейдя по ней, вы тоже сможете выбрать предмет, на который вы хотите пойти и там вписать ваше имя и фамилию. Поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно раньше, чтобы мы могли правильно спланировать эти семинары. Итак, 5 февраля семинары для служителей за кафедрой. 8 февраля у нас будет встреча расширенного комитета. То есть, это все члены совета, а также все руководители отделов. Мы будем говорить о стратегии развития нашей общины, возобновлении всех служений, работы всех отделов, клубов и так далее. Поэтому, пожалуйста, спланируйте, чтобы вы были вместе с нами на этой встрече. Напомню, это будет 8 февраля в 7 часов вечера здесь в офисе нашего молитвенного дома. С 18 же по 24 февраля я очень надеюсь, что все будет хорошо и мы таки проведем программу с Александром Головенко. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, спланируйте это время таким образом, чтобы вы были здесь. Это очень интересная и важная программа об истории нашей церкви и служении Елены Вайт. Я думаю, что это будет интересно не только нам, но и нашим друзьям и знакомым, особенно нашим братьям-пятидесятникам и баптистам, которых всегда волновал вопрос, что же это за женщина, имя которой мы так часто упоминаем, скажем так, в связи с нашей церкви. Поэтому, пожалуйста, приходите, вы сможете задать все интересующие вас вопросы. И я очень надеюсь, что это поможет нам лучше понять, а кто такая Елена Вайт и как мы должны сегодня относиться к ее книгам и к ее трудам. 26 февраля у нас будет членское собрание. Мы будем говорить о выборах в нашей общине, о стратегии развития нашей церкви. Некоторые отчеты будут представлены, так что планируйте 26 февраля быть вместе с нами после утреннего служения на нашем членском собрании. Ну и несколько слов хочу сказать о летних кемпингах. Ведь уже давно пришло время планировать наши отпуски, наш отпуск на это лето. Ну и хотелось бы не пропустить и церковные кемпинги. Так что будьте внимательны. С 16 по 19 июня у нас будет мужской кемпинг. С 19 по 22 июня у нас будет кемпинг отдела здоровья. А с 23 по 26 июня у нас будет семейный кемпинг. Так что пожалуйста запишите себе эти даты. Они конечно же будут уже в эту субботу в наших флайерах. Так что вы сможете спланировать себе время отпуска. Так чтобы оно не совпадало с кемпингом церковным. Потому что мне очень хотелось бы видеть вас на каждом из них. Так что пожалуйста запомните эти даты и планируйте ваше время. Еще одно объявление. Отдают в хорошие руки бесплатно. Матрас, кровать, столы, стулья, тумочки, кофейные столы, детская кроватка, детский домик для кукол и многое другое. Пожалуйста звоните по номеру 916-335-40-51. Я представил вам некоторые фотографии. Но как сказали владельцы. Нет возможности все это достать. Чтобы красиво сфотографировать. Так что в общем. Чтобы вы понимали о чем идет речь. Если вам нужны эти вещи. Пожалуйста обращайтесь по этому номеру телефона. Ну а сейчас пришло время. Прочитать некоторые молитвенные просьбы. Которые я хочу сегодня озвучить. Я хочу вас спросить и дальше. Молиться за Лену Сусидко. Она дальше продолжает проходить курс лечения. Дай бог чтобы все было хорошо. Были хорошие результаты. И она выздоровела. Также прошу вас дальше молиться за Ольгу Колесник. Она почти восстанавливается. Но процесс реабилитации. Скажем так. Он забирает время. Поэтому для ее полного восстановления. Нужно еще молиться и стараться. Пожалуйста не забывайте о них. В ваших молитвах. Также прошу вас и дальше молиться за нашу сестру Ольгу Козаренко. Мы уже говорили у нее рак желудка. Она сейчас проходит химиотерапию. И после этого будут принимать решение. Нужно ли ей делать операцию. И как будут продвигаться. Скажем так. Дальнейшие шаги. Поэтому пожалуйста молитесь. Потому что очень непросто все. Также прошу молиться за Валентину и Эрвина. Они болеют на коронавирус. Я общался с ними тоже вчера. Пока что еще высокая температура. Они болятся с этой болезнью. Уже больше восьми дней. Молитесь. Чтобы Бог дал им силы. Чтобы они справились. И могли восстановиться как можно скорее. Также прошу вас молиться и за семью Юры Копытова. Они тоже болеют на коронавирус. Но очень надеемся. Что все будет хорошо. И они выздоровеют. Ну и прошу вас и дальше молиться за нашего брата Вадима Ковтюка. Вы помните у нас открыт фонд для его поддержки. Это наш брат с Украины. Пастор царьки. Который тут получил инсульт. И скажем так. Без медицинской страховки. И любых каких-то других средств к существованию. Он должен сейчас справляться с этой ситуацией. Поэтому пожалуйста молитесь о нем. И это суббота. Это последняя суббота. Когда открыт фонд для поддержки. Его. Также просим вас молиться за те обстоятельства. Которые сегодня есть на Украине. Вы знаете что висит угроза военных действий. И очень бы не хотелось. Чтобы это произошло. Я прошу вас молитесь за эти два народа. За Украину. За Россию. Молитесь за политика всех стран. Особенно тех. Которые каким-то образом могут повлиять на развитие этих событий. Чтобы не дай бог там была война. Потому что вновь будут гибнуть люди. Вновь будет очень много слез. Страдания и боли. Простите. Чтобы Бог смилостивился над этими людьми. Дал мудрости политикам. Чтобы они не своими амбициями пользовались. Но думали немного о людях. И переживали о благополучии народа. Поэтому пожалуйста молитесь. Также на этой неделе я получил очень много тревожных сообщений. Относительно африканского континента. Вы знаете что это тоже страна. Где очень много военных конфликтов. Где очень много гражданских разных войн. И вот мы получили сообщение. Что два племени между собой. Тоже очень сильно воюют. Страдают люди. Насилуют женщин. Гибнут мужья. И среди них есть очень много пострадавших. Среди наших членов церкви. Братьев и сестер. Поэтому пожалуйста также молитесь за мир и благополучие в этом регионе тоже. По сути это были все объявления. С которыми я хотел к вам сегодня обратиться. В конце хочу прочитать текст. Который несмотря на все эти трагические события. Сообщения. Он вселяет в наше сердце радость и надежду. И вот что тут написано. Это Псалом 29. С 12 по 13 стихи. В танец радости ты обратил мой плач. Снял лохмотья с меня. И веселье меня припоясал. Чтобы сердце мое тебе пело и не смолкало. Господи. Мой Боже. Буду славить тебя вовеки. Давид славит Бога за то, что он. Скажем так. Повернул его горе в радость. И я верю, что так будет в жизни каждого из нас. Если сегодня у вас минуты разочарования. Печали, плачи и потери. И поверьте, придет время Бог все это повернет в радость. А если мы не дождемся этого на этой земле, то я верю, что Божьи обетования, они остаются верны. И наступит момент, когда на этой земле больше не будет плача, горя и страданий. Дай Бог только, чтобы мы могли сохранить нашу веру. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи в эту субботу тут у нас в церкви на богослужении или же в прямом эфире. Всего вам наилучшего.